Музыка Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война. До последнего украинца, цитирую, в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами. Вопрос один, что делать? Все вы понимаете и знаете, путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий. Действительно, что делать? Мне пришлось задавать вопрос президенту Беларуси, потому что он свою речь, он, собственно, с этого практически начал, выступил с мирной инициативой. То есть, что нужны переговоры, нужно остановить боевые действия, контролировать перемещение войск. Ну и тут же сам как бы засомневался, потому что сказал, а если вдруг та сторона, то есть киевский режим и те, кто за ним стоят, обманут, ну тогда уж извините, Россия вот всей мощью, вот всем оружием, включая, возможно, и ядерное, она ответит. Тут несколько вопросов, и я президенту их задал. Во-первых, ну а как переговариваться с Зеленским, когда он в прошлом году, сразу после референдумов ДНР, ЛНР, Херсонско-Запорожской областях, было решение с НБО, как сейчас помню, 30 сентября, а потом 4 октября указ Зеленского, который запрещал там пять пунктов, там он не просто запрещает переговоры, а там заявка в НАТО и так далее. То есть, во-первых, сам факт вступления. Ну, допустим, наплюют на это, если понадобится, скажут ему и пойдет он на переговор. О, хорошо. Смысл с ним переговариваться, если им управляют полностью западники? То есть, что было в марте, давайте прямо скажем. Несколько раундов переговоров, и ведь договорились. Тогда, когда к нам в Беларусь приезжали, сначала же была такая настороженная атмосфера, потом уже в финале пожали руки, интересно, стояла там бутылочка с коньяком украинской делегации. В первую встречу на Полисе не притронулись, уже когда в Беловежской пуще осушили практически до дна. То есть, возникло уже доверие определенное между переговорщиками. И в Стамбуле все было готово для подписания соглашений. Убивают одного из членов украинской делегации. Демонстративно. До сих пор это все покрыто тайнами. Там ГУР, СБУ, кто там на что влиял, какие сигналы пасывал и прочее. Кто сорвал? Запад. Байден, Джонсон дают команду, все срывается, Джонсон прилетает в Киев, и все, срываются все переговоры. Так как с Зеленским разговаривать, если как еще президент наш в прошлом году сказал, у него стоит два телефона. Один с Лондоном, второй с Вашингтоном. И там полностью всем управляет. И в принципе, смысл, даже говорят, иди на переговоры, подписывай. Почему они были готовы подписать Стамбульское соглашение? Потому что понимали, к концу марта Украина исчерпала внутренние ресурсы ведения боевых действий. Без внешних вливаний, то, что сейчас происходит, где 97% их военного бюджета, это западные, прежде всего американские, но не только американские деньги. Им дают это оружие. То есть к концу марта, чтобы все понимали, Украина исчерпала возможности вести дальнейшие боевые действия с Россией. То есть фактически стояла накануне проигрыша. Прошлого года, да. Вот месяц прошел, да, никто не спорит, они проявили, так сказать, упорство, которое от них не ожидали. И ловушки были огненные, и ловили они российские колонны. Там много чего происходило. Но Киев был практически в полукольце, если не больше. Была занята южная территория, российские колонны прорвались в Николаевскую область. И Украина тяжело выстраивала тогда фронт. Это нужно прямо сказать. Но им сказали, нет, будем вас тут полностью содержать, и будем вами воевать до последнего украинца. И снова толкнули Украину вот в эту топку. Но даже если скажут, иди на переговоры. Он же все равно ничего не решает. Разговаривать нужно с теми, кто воюет, кто принимает решения. А это Вашингтон. Вот есть же еще китайский мирный план, который не просто проигнорировали, а там и насмехались над ним, и сказали, что он неприемлемый и так далее. Вот эта вся совокупность факторов, возникает вопрос, а как тогда переговориться? Еще важный момент. Ну, зафиксировали линию нынешнюю, допустим. Мы же знаем, что сделают тогда с Украиной, с той стороны. Они не пойдут ни на какую демилитаризацию. Ее примут тут же в НАТО. Ускоренно примут в ЕС. О чем говорил недавно президент Сербии Александр Вучич. Накачают оружием, так как там и не снилось. Войдут, возможно, польские войска. Там уже рядом стоит 101-я американская воздушно-десантная дивизия. Скоро будет полностью развернута. Создадут ударный кулак, там 10-15, может быть, больше танковых механизированных бригад. Накачают их самолетами, дадут дальнобойные ракеты. Уже об этом сегодня речь идет. И они снова ударят. То есть, мы же помним Минские соглашения. Опять возьмут паузу, накачают и подготовятся. И ударят тогда, когда Россия не будет ждать. Например, во время президентских выборов в России. Мы можем это исключить? Да нет. Я думаю, скорее всего, так оно и будет. Поэтому, как переговариваться? Нужно ли переговариваться? Об этом будут говорить два президента на следующей неделе. Будет высший госсовет. И накануне, вот отвечая на мой вопрос, президент сказал, накануне, как он даже сказал, в формате, как Путин с Единьпином в Пекине разговаривали. Они обсудят эту тему. Дмитрий Песков прямо в ходе послания президента Беларуси озвучил, прокомментировал этот вариант. И там будут разговаривать. Но еще тоже важный момент. Ведь и российское общество как настроено? Конечно, люди хотят мира. Но я несколько раз был на Донбассе. Я знаю там настроение людей. Они хотят гарантии. Они хотят, чтобы вся территория Донбасса была освобождена. У них там родственники. И в Артемовске, и в Славянске. Там живут такие дончане. Со Славянска начиналось их движение. Они хотят, чтобы эти места были освобождены. Ну и кроме того, был референдум. Мне тоже довелось на нем быть. Четыре эти территории, четыре региона приняты в состав России. А сейчас, вот мы говорили о территории ДНР, но и столицы двух областей, Херсон и Запорожье, находятся под контролем киевского режима. Как здесь России поступать? Очень сложные. Очень сложные вопросы. Если спросить, как будет, я практически убежден, что без крупного сражения или серии сражений никаких переговоров не будет. Все сейчас ждут или украинского контрнаступления, об этом много разговоров, или российского наступления. Сейчас две стороны делают такие противоречивые заявления. Это делается специально. Это не потому, что там раздрай. Зеленский одно заявил, Резников тут сказал. Зеленский говорит, тут мы опасаемся контрнаступления. А Резников говорит, да нет, мы будем. Или там Пригожин ругает российское военно-руководство. Там половина из этого. Это словесный туман войны. Делается специально, чтобы скрыть свои планы. Где, когда будет удар, готовый, не готовый, есть снаряды, нет снарядов. Потому что самое главное, это внезапность. И вот после того, как произойдут эти события, военные на поле боя, только тогда, наверное, и возможен формат таких переговоров. Так не рано ли заговорили? Конечно нет. Потому что уже сейчас нужно готовить форматы, нужно готовить планы, с которыми вы выйдете. Вот с этого военного фронта еще пушки будут громыхать. Еще, к сожалению, люди будут гибнуть. А уже будет работать, и он сейчас работает, но он активизируется. Дипломатический фронт. Потому что в любом случае мир, безусловно, должен быть гарантирован. Наилучшая гарантия – это достижение тех целей, которые были поставлены перед СВО, чтобы там кто не думал. Но этот мир все равно должен быть зафиксирован, установлен и дипломатическими методами. Военные сделают свою работу, дипломаты должны сделать свою работу. На это и нацелена инициатива, как мне кажется, Александра Лукашенко. Сдаю вам инсайдерскую информацию. Это уже началось. Командиры РОД, командиры взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар. Россияне уходят. Удар нанесли, вернулись. И наоборот. Люди на фронте не хотят воевать. Те националисты, нацмены, фашисты, которых мы называли так, их уже нет. К сожалению, это тоже были люди. Их нет. Кто воюет? Воюют мобилизованные. Ну, представьте себя на фронте. Вот сидящие здесь. Представьте. Не совсем подготовленные. Часто не обутые и не одетые. Очень часто голодные. Гниющие в окопах. Они что, хотят воевать? У них в голове жена, любимая женщина, детишки с дикими глазами, которые они видят во сне в грязных окопах и в ши ползающие по ним. Они хотят воевать? Нет, они не хотят воевать, потому что они не понимают, за что они воюют. Рискну предположить, что характер потерь с двух сторон. И в первую очередь с украинской стороны. Там вообще есть сведения о катастрофических потерях в живой силе. Он будет подталкивать личный состав к тому, чтобы каким-то образом находить возможность в процессе этого огневого контакта минимизировать вероятность ранений, смерти и так далее. И вообще надо сказать, что опыт войны на Донбассе в 2014-2015 годах, значит, там были такие прецеденты. Вот когда командиры подразделения с двух сторон просто договаривались между собой и, ну, отрабатывая боевую задачу, в то же самое время берегли личный состав. Я не исключаю, что такого рода ситуации есть и сейчас. Ну, конечно, говорить о том, что, значит, вот это вот движение перерастет в какое-то окопное братство, вот, и армии, ну, в первую очередь, вооруженные силы Украины, скажем, повернут штыки на Киев, ну, я бы пока таких прогнозов не делал, воздерживался бы от них. Но вместе с тем, желание выжить людей вполне понятно. Более того, вот не так давно газета New York Times опубликовала статью со ссылками на статистические данные Организации Объединенных Наций. Там соответствующие структуры, которые ведут учет народонаселения, планеты и по отдельным странам. Вот катастрофическое снижение в Украине молодых людей в возрасте, молодых мужчин в возрасте 20 лет. Вот два года назад и сейчас это принципиально разные показатели, куда исчезли эти люди. Война, на мой взгляд, это такое явление, вот, я, к счастью, никогда не принимал участие в боевых действиях, но как историк эти процессы, конечно, анализировал. Вот, и могу сказать, что, допустим, вот, если мы возьмем Вторую мировую войну, вот в гитлеровской Германии, вернее, тогда это была не гитлеровская Германия еще, но Германия, в которой Гитлер приходил к власти. В 1932 году прошли президентские выборы. Значит, за Гитлера голосовало всего лишь чуть больше 30% населения. Там порядка 50% набрал Гиденбург, значит, и 13%, миллионы людей, голосовали за коммуниста Эрнста Тельмана. Ну, в общем-то, как мне представляется, очень многие из тех избирателей Тельмана впоследствии были мобилизованы в Вермахт и, в общем-то, несли боевую службу, выполняли те задачи волей-неволей, значит, которые перед ними ставило военное командование. То есть зачастую там нет какого-то пафоса, вот, скажем так, националистического или патриотического. Мне представляется, что большинство из тех в Украине, кто действительно рвался на эту войну, они уже свое получили. Вот, но государство, особенно тоталитарное государство, оно в состоянии организовать народные массы, вот, для выполнения тех или иных военных целей. Вот Украина этому тоже живой пример. Да, хватают на улицах, да, мы все видели эти жуткие кадры, как отрывают отцов от семей, значит, как под видом карет скорой помощи проезжают и забирают мужчин призывного возраста, как в кафе и ресторанах вручают повестки. Все это, естественно, встречает сопротивление населения. Но, тем не менее, когда человек попадает вот в этот военный организм, он оказывается под принуждением и все равно свою роль винтика в этой системе выполняет. Хочет он того или не хочет, так устроены вооруженные силы. И каждый выживает по-своему. В том числе, если президент такую информацию озвучил, соответственно, он опирается на какие-то разведданные. Понятно, что мы не можем, будучи государством, граничащим с Украиной, не иметь информации о происходящем там. Особенно с учетом того, что Украина и военным воздействием Беларуси угрожает. Поэтому мы, я уверен, имеем соответствующие инструменты и источники информации о происходящем на линии боевого соприкосновения, в том числе в вооруженных силах Украины. И, конечно же, контакты между командирами, по всей вероятности, есть. Вот не на высоком уровне, а на исполнительском уровне. И я бы сказал так, что я этих людей понимаю. Это помогает сберечь личный состав сейчас в этой войне с непонятным конечным результатом. Потому что ведь, объективно скажем, и российская сторона до сих пор ясно не декларирует, что будет являться победой. Когда мы говорим «стоп», на каком этапе, и что будет являться победой? Обретение контроля над всей территорией Украины, либо же создание некого пророссийского правящего режима в Киеве, его архитектура. Или же фиксация нынешних территориальных приобретений и заморозка конфликта. Вступление в переговоры с представителями Запада относительно нейтрального статуса Украины. Все это можно объявить победой прямо сейчас, но это разные с точки зрения военной истории задачи. И в этой ситуации, конечно, представляя себя на месте рядового солдата или даже офицера, наверное, хочется вернуться домой к семье. Не стать удобрением для тех политиков, которые сейчас делают на этой войне очень прибыльный бизнес и приобретают политические капиталы, соответственно. Чехардовая власть, непомерная коррупция, нишчета большей, абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого, снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Беларуси в России и Украине. Вот последнего мы никак не можем согласиться и позволить. Принципиальный вопрос памяти о Великой Отечественной войне – это то, что объединяет беларусов. Много споров о нашей национальной идее, какая она, но то, что в ней точно есть большая составляющая памяти о войне и памяти о жертвах принесенных, и памяти о героизме. Пришел враг. Давайте еще раз напомню. Какой враг? Который ставил целью полное уничтожение наших людей. Три чудовищных плана немецких. Барбаросса, военный план, но там было, кстати, составляющее отношение к мирному населению, что это будет не так, как на Западе. План «Зеленая папка» Геринга – это план экономической эксплуатации, а в него был включен массовый голод. Планировалось, Рекс. Министерство продовольствия и сельского хозяйства разработало план, где где-то 30-40 миллионов на оккупированной территории Советского Союза должны были быть уничтожены. И план «Ост» – это депопуляция, то есть уничтожение жителей России, Белоруссии, Украины. Там разная процентовка была, но для Белоруссии 75% выселить. А что такое в немецком понимании, в нацистском понимании выселить за Урал? Это уничтожить. Они же евреев типа выселяли. Куда? Ну да, с Венцима выселяли. Остальных где-то, значит, часть уничтожить. Это прежде всего активная часть, это интеллигенция, коммунисты, комсомольцы уничтожить. И почему был такой террор против советских военнопленных? И остальную, там у них были критерии, германизировать, превратив в рабов. Все равно бы они не были полноценными, там, участниками Рейха. И заселить за 30 лет вот эту нашу территорию немецкими хозяйами. Было все проработано. Вагоны построены специально, двухэтажные, на которые вот эти немецкие господа сюда должны были ездить. По городам было расписано, сколько должны жить немцев в городах в каждом. И сколько их должно обслуживать рабов из местного населения. Вот это была цель. И они ее начали реализовывать уже 41-го года. В разных там масштабах, но тем не менее. Но белорусы оказали сопротивление, невиданное для Европы. Такого размаха партизанского движения нигде не было. Я беру в процентном соотношении. Потому что, да, мы знаем, были крупные партизанские движения в Югославии, Греции, Албании. Но не хочу ни в коем случае обидеть эти страны. Белорусское было сравнимо по масштабам, даже больше. Но если мы посмотрим по количеству коллаборационистов, то есть предателей, которые пошли в услужение, у нас их было очень мало. Очень мало. Попытки какой-то мобилизации во вспомогательную полицию, потом белорусскую краевую оборону проваливались. Немцы только в самом конце войны там еле-еле наскребли у себя там по лагерям из этих сбежавших в их обозе. Хотели создать там дивизию СС типа Беларусь. Но ничего не получилось. Там еле какой-то полк, пару батальонов наскребли и ничего больше. И мы гордимся подвигом наших людей. Но мы должны прямо сказать, что вместе с нацистами были их пособники. У нас закон принят соответствующий. И те литовские полицаи, латышские, украинские и белорусские, к сожалению, 13-й батальон СД, который здесь был. Из русских были формирования. Из разных стран. Венгры были очень жестокие тогда, оккупационный корпус. А вот Словакии переходили на нашу сторону. И Словакии даже нескольких венгров подговорили, они перешли. Практически большая часть словацкой армии, она перешла на сторону либо Красной армии, либо партизан. Знаменитый герой Ян Налибко. И мы гордимся этим, что мы сопротивлялись. Но мы должны и прямо говорить о том, что были изменники, которые прислуживали немцам. Об этом написал наш выдающийся публицист Олесь Адамович. Возьмите его каратели, посмотрите эти образы. Вот эта бригада Дирлевангер, она была из немецких уголовников, но она же командовала и теми же пособниками. Кстати, в районе Хатыни это же была операция Дирлевангер карательная в Смолевическом и Логойском районах, которая проводилась тогда. И мы этого не будем забывать. А вот когда проводятся так называемые политики национальной памяти у наших соседей, где это вычеркивается, где принижается подвиг советского солдата, оскорбляется, где возвеличиваются те же бандеровцы, мельниковцы. Вот они уцепились. А их, а ты, не бандеровцы сожгли? Да, не бандеровцы. Мельниковцы. Буковинский курень, рота 115-го, такого же полицайского шуцманшафт батальона, была включена в 118-ю, она там находилась. А говорят, это вот, знаете, Васюры и остальные, они из советских военнопленных. Правильно, из советских военнопленных, но их сознательно отобрали по национальности украинцев и проводили среди них. Для чего им буковинский курень туда кинули, этих отморозков националистов из-под черновцов? Ну, Буковина, это где черновцы. Там же эти подонки памятник поставили. Говорят, это не тот курень. А почему у вас на памятнике 1914-1941-1944? То есть вы гордитесь тем, что вы в 1941 году сотрудничали с нацистами? Эти же даты выбиты на этом памятнике. И их специально бросили, чтобы они проводили нацпропаганду среди вот этих бывших советских военнопленных. Так что все мы правильно рассказываем. Не надо здесь кому-то за термины цепляться. Вопрос, виноваты ли в этом все украинцы? Конечно же нет. Но нынешняя власть, киевский режим, и до того Ющенко и Порошенко, они выбрали путь возвеличивания этих подонков и уничтожения памяти о советских солдатах. Украине есть чем гордиться. Они еще некоторое время пытались балансировать. Сейчас все сносится под ноль. Поливается грязью память выдающих советских полководцев Жукова, Ватутина, который Киев освободил. Сносятся памятники. А украинцы ведь какой вклад внесли в победу над нацизмом? Погибли миллионы украинцев. Выдающиеся полководцы украинские прославились на все времена. Где их имена? Где их улицы? Почему сносятся их памятники? Почему оскорбляются подвиги? Хулу наводят на наших выдающихся полководцев? Ну так это ответственность нынешнего режима. Но мы никогда не забудем подвиг украинского солдата-красноармейца. Никогда. Мы никогда не забудем подвиг украинских партизан. Мы помним тот призыв, который из-под путивля раздался от Ковпака. Это блестящая партизанская война. Вот подлинные украинские патриоты. Те люди из Советской Украины, да и из Советской Украины, которые защищали свою Советскую Украину, которые защищали свою Советскую Родину, наш общий Советский Союз. И я убежден, и об этом год назад, кстати, говорил наш президент, что Украина все равно вернется к своим корням. Все равно вернется в лоно славянства. Но мы сейчас переживаем вот такой период, такое испытание. Нести ядерный боезаряд могут и наши переоборудованные самолеты. Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить. Вся инфраструктура создана и готова. На территории нашей страны до середины 90-х годов прошлого века размещалось советское ядерное оружие. Понятно, что будучи западным форпостом Советского Союза, Беларусь, конечно же, наш военный округ, он был оснащен по последнему слову техники всеми теми силами и средствами, которыми обладал могучий Советский Союз. В середине 90-х годов у нас было ядерное оружие, но, конечно, тогда великие державы оказывали довольно серьезное дипломатическое давление на Минск с тем, чтобы мы добровольно отказались от имеющегося у нас ядерного потенциала, который остался на территории Беларуси после распада СССР. Нельзя сказать, что эти идеи встречали сопротивление тогдашнего белорусского руководства. Нужно понимать, в каком положении находилась страна. Прямо скажем, пользуясь выражением того же президента, это был окровавленный обрубок некогда единого организма, который просто расчленили и этот обрубок бросили в свободное плавание, и ему еще предстояло приобрести некие здоровые черты с тем, чтобы стать самостоятельно функционирующей государственной единицей. В этой ситуации обеспечивать условия хранения контроля над ядерным вооружением было бы очень сложно, если не невозможно для Беларуси. И не столько было, на мой взгляд, принципиально мнение западных держав даже, сколько мнение Российской Федерации. Тогдашнее руководство России, президент России Борис Николаевич Ельцин просил и настоятельно рекомендовал нам отказаться от ядерного оружия. Процесс этот начал не Лукашенко. Переговоры эти начались до него, Лукашенко уже был на завершающей стадии. И, скажем так, я знаю это тоже из, в том числе, разговоров с участниками того процесса, их воспоминаний, что, скажем, президент довольно сдержанно относился к идее вывода ядерного оружия. С одной стороны, понимая, что нам крайне сложно будет обеспечить его надлежащее хранение и контроль, с другой стороны, президент понимал, что в определенном смысле это гарантия безопасности. И вот в этот момент западные державы и Россия дают нам, и не только нам, но и другим государствам в той же Украине, отказавшись от ядерного оружия, такие гарантии. Это Будапештский меморандум. Все желающие могут ознакомиться с его содержанием. Этот документ есть в открытом доступе. Однако, буквально через два года, тот же Запад, по разным причинам не удовлетворенный политикой белорусского президента, потому что, ну они же его позвали на смотри, ну вот если кто-то помнит историю 90-х годов, он летал во Францию. Он встречался с Жаком Шираком, то есть Запад прощупывал, что за человек пришел к власти в Беларуси, насколько он управляемый. Будет он себя вести так же, как другие постсоветские лидеры и шагать строем в соответствии с нашими командами или нет? Лукашенко в этом общем строю шагать отказался. И выдворение фонда Сороса из Беларуси, это был первый сигнал коллективному Западу о том, что здесь к власти прошел национально ориентированный лидер. И они ввели против нас санкции, нарушив тем самым данные имиджа и обещания в рамках Будапештского меморандума. И когда по прошествии нескольких лет Белорусское министерство иностранных дел обратилось к американским коллегам за соответствующими разъяснениями, мы получили традиционный американский ответ. Мы теперь понимаем, что это их практика в дипломатии, особенно после недавних камин-аутов западных руководителей, связанных с Минскими соглашениями. Получили традиционный для коллективного Запада и для англосаксов ответ. Значит, этот меморандум, оказывается, не имел юридической силы. Вы плохо разбираетесь в международной правовой казуистике, и когда мы этот меморандум с вами подписывали, это, в общем, что-то типа протокола о намерениях. Он не имеет обязательного характера, поэтому, белорусы, не ропщите и лучше, скажем так, под воздействием наших санкций выполняйте наши команды. Ну, историю вы все знаете. То есть, как она дальше развивалась, Лукашенко продолжил линию на выстраивание национального, суверенного государства, государства, которое в своей внешне-внутренней политике руководствуется прагматичными национальными интересами. Мы готовы к компромиссам, но не за счет унижения достоинства белорусского народа и не за счет того, что мы будем торговать национальными интересами, традициями нашей страны в угоду тем или иным девиантным установкам. Политическим, там, как они называют, ценностным, экономическим и так далее. И вот, наверное, даже с начала 2000-х, если вот обращаться к риторике президента, он неоднократно высказывал сожаление относительно того, что у нас нет этих средств сдерживания. Вот и говорил о том, что вся инфраструктура советская сохраняется по его команде. То есть белорусские специалисты всегда поддерживали эту инфраструктуру, эти шахты, в том числе для стратегических ракет Тополь, в работоспособном состоянии, в состоянии, когда, в принципе, оперативно там можно навести порядок и принять соответствующее оружие. Эти переговоры с Россией велись. И вот, когда международная обстановка накалилась до того предела, когда стало понятно, что нам вот уже просто для защиты нашего государства есть прямая угроза существованию Беларуси, необходимы эти средства сдерживания, были проведены соответствующие переговоры с Россией, и Россия согласилась разместить ядерное оружие на территории Беларуси, но это будет совместная миссия. Надо понимать, так же, как и у Соединенных Штатов Америки размещено ядерное оружие в Италии, Германии, Бельгии, Нидерланды, и Турции, если я не ошибаюсь. И везде это совместные миссии. То есть наши военнослужащие будут обучены применению этих средств сдерживания. Вот это очень важный момент. И я бы еще на что обратил внимание. Некоторые говорят, что это решение принималось ситуативно. Нет. Те, кто умеют анализировать общественно-политические процессы, они однозначно это знают. Мы в 2021 году начала работать Конституционная комиссия. И тогда же, уже в конце 2021 года, народу на общественное обсуждение был вынесен проект новой редакции Конституции, которая впоследствии была утверждена. Там очень серьезные изменения в области тех норм, которые касаются отечественной внешней политики. Да, мы фиксируем миролюбивый характер нашей внешней политики. Мы зафиксировали обязательство не вести агрессивную войну со своей территорией. Но, тем не менее, из Конституции, из новой редакции, в отличие от прежней редакции, была исключена формулировка о безъядерном статусе государства. В прежней редакции Конституции мы закрепляли обязательство сделать наше государство безъядерным. Потому что эта формулировка как раз таки писалась на фоне процесса вывода ядерного оружия с территории Беларуси и тех гарантий, которые нам дали великие державы, подписав Будапештский меморандум, который, как впоследствии оказалось, ничего не значит. Мы эту формулировку исключили и также исключили формулировку о стремлении к нейтралитету, как нереалистичную, исходя из нынешней международной обстановки и печального прогноза по ее развитию. Потому что мы исходим из того, что обстановка будет накаляться. Мы наблюдаем эскалацию международной напряженности и мы знаем о прямых угрозах Республики Беларусь. Президент в послании озвучил данные отечественной разведки о закрытых совещаниях НАТО, где, в первую очередь, поляки, основные застрельщики этого процесса, польский министр обороны Блащак призывал своих коллег готовиться к открытию второго фронта в Беларуси. Но, понимаете, тут же еще какой момент. Это было закрытое совещание. Но есть недаром поговорка «Болтун – находка для шпиона». Болтуном такого рода оказался польский посол во Франции. Он прямо сказал, что если Украина проиграет войну, Польша вступит в боевые действия с Россией. У нас возникает вопрос, где, на каком театре вы собрались воевать, уважаемые паны-поляки. Это либо Калининградская область, но там ядерное оружие уже есть, либо территория Беларуси. А польский военный бюджет, который в этом году составляет 21 миллиард евро, и они продолжают его наращивать. Ну, понятно, что нас пытаются втянуть гонку вооружений. Причем у противника ресурсов куда больше. Необходимы асимметричные ответы. Таким экономически выгодным и асимметричным ответом стало ядерное оружие. И президент еще прямо ответил на упреки тех, кто утверждал, что разместили, но беларусы ничего не контролируют на своей территории. Он сказал, что мы вместе все это будем контролировать. И зная характер Лукашенко, естественно, понятно, что здесь муха не пролетит без его внимания. Он стремится, это такая его политическая черта, он стремится следить абсолютно за всем. Начиная от выступлений Арины Соболенко на различных турнирах, заканчивая, не знаю, надоями молока в том или ином коллективном хозяйстве. Вот он все это знает. Это вот его, скажем так, его политический крест. Ядерное оружие однозначно он будет контролировать. И я очень рад, что мое частное мнение, вот я высказывал в российских телепрограммах, что нам необходимо вести переговоры с россиянами о праве оперативного применения самостоятельного ядерного оружия, если вдруг возникнет угроза существованию нашего государства, они получили практическое подтверждение в ходе послания президента. Вот теперь, я думаю, к нам сунутся, будут опасаться. Мы не застрахованы от военных провокаций, от каких-то попыток террористических актов, диверсий. Понятно, что в это неспокойное время, особенно с учетом последних инцидентов, нас будут раскачивать. Но вот прямого военного вторжения они сейчас будут просто бояться это сделать, потому что у нас есть средства сдерживания. И еще одна либеральная мантра, сразу же, как только эта новость была озвучена, начали транслировать один и тот же нарратив. Теперь Беларусь якобы цель для Запада, для Североатлантического альянса. А раньше, что нам тюльпаны хотели подарить, значит, ко дню независимости? Или как? Розы? Может быть, шоколад бельгийский хотели привезти? Мы всегда были для них целью. В советское время, когда моделировали соответствующие удары атомным оружием по городам Советского Союза, один из городов, который предполагался бомбардировкой, это город Минск, в современное время, не так давно в американской прессе вскрылась эта информация, был большой скандал, вот в годы каденции «Голубя мира» Обамы, соответствующее учение, моделирование в США проходило, командно-штабные учения, фабула там была какая забавная. Значит, Россия нападает на Прибалтику, задействуется пятая статья НАТО, Соединенные Штаты Америки наносят превентивный ядерный удар по территории России. Беларусь, внимание, по замыслу учений, в этой российской мифической агрессии не участвует, но свою порцию тоже получает, просто по умолчанию, как союзник Российской Федерации. Поэтому мы всегда были для них целью. Только мы совершенно точно знаем, что история не знает прецедентов, когда наши западные крестоносцы атаковали бы страну, обладающую ядерным оружием. Но знает немало прецедентов, их десятки, когда они уничтожали государства, которые не имели соответствующих средств защиты, не могли себя защитить, не имели влиятельных международных союзников. «Самое главное – экономика. Можно было проще сказать об этом много-много, я говорил в последнее время и ставил задачи. Можно концентрированно выразиться – дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас. Вот уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика. Эта политика успешна, а народ ее поддерживает. По всем показателям, характеризующим социальные неравенства, Беларусь относится к наиболее благополучным странам. Мы создали государство без олигархов. Мы не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках. Все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада. Если вы возьмете Александра Лукашенко, вот как он пришел к президенту в 1994 году, какие-то его подходы, понятно, меняются тактические, различные методы, возможно, но его основные подходы – жизненные, президентские, как политика, как человека. Он с самого начала говорил о чем? Вот экономика. Вот первый лозунг его – жилье, продовольствие, экспорт. Вот, давайте, людей надо накормить, они должны прилично жить, и мы должны где-то зарабатывать деньги, деньги, экспортируя продукцию нашу. Потому что нам достался тоже большой промышленный комплекс, аграрный, от Советского Союза. Надо это все использовать. Вот его подходы. Они где-то меняются в плане больше внимания финансово-кредитной сферы или еще. Но он это с самого начала говорит. И вот многие его оценки, которые были даны в ходе этого послания, они ведь коррелируются с тем, что он и раньше говорил о самое главное дело. Мы знаем, как глубоко президент погружен именно в экономическую проблематику. Это же не то, что он сказал, вот вы там, Роман Александрович Головченко, занимайтесь и потом мне принесите на бличке. Да нет, он вникает постоянно. Вот вы слушаетесь, как он в послании говорил, даже вот он живет у себя в дому, и смотрит, как вот соседнюю усадьбу, как заборчик, чтобы он там не покривился, покрашен, не покрашен. У него психология хозяина. И, безусловно, он очень глубоко вникает, погружен в эти актуальные экономические проблемы. Конечно же. Те задачи, которые сейчас стоят перед белорусской экономикой, они, мягко говоря, амбициозны. Потому что по прошлому году все эти великие предсказатели, требовавшие санкции, считали, что мы рухнем. Мы, наша экономика, просела. Да, есть спад ВВП. Мы об этом открыто говорим, ничего, никаких цифр не скрываем. Просела. Но, извините, ждали краха? А что, товары ведь есть в магазине? Есть. Темпы инфляции замедлились? Замедлились. Сейчас вот Национальный банк понизил ставку рефинансирования. Значит, делает постепенно, не сразу, но более доступными кредитами. А кредиты, это значит и деньги для тех же предприятий. И мы удержали экономику. Мы не потеряли рабочие места. Мы не закрыли предприятия. Не остановили конвейеры. Сейчас задача, ну вот я даже думал, что, ну, наверное, будет какой-то восстановительный рост. Если будут выполнены те, та цель, допустим, выхода на 4,5% роста ВВП, это больше, чем мировые темпы, это больше, чем Беларусь показывала последние годы. Но если президент такую задачу ставит, он же понимает, исходя из чего эту задачу определяет. Исходя из каких индикаторов экономических. И если мы ее выполним вместе с Российской Федерацией, это будет еще одна наша победа. А в экономике победы стоит не меньше, чем на том же фронте, а и больше. Успешное развитие экономики предотвращает войны. Войны возникают тогда, когда в экономике что-то не так. Когда надо правящим кругам, либо переключить внимание людей, либо загрузить военно-промышленный комплекс, чтобы он вытащил всех остальных. Либо просто переиграть правила, по которым ведется тот же бизнес. Вот если основу брать из-за чего войны, а потом, да, там идеология, религиозная ненависть, вбрасываются деньги в пропаганду, все это наращивается и идет. Почему вот конфликты последнего времени у нас в регионе, и не только у нас, почему два очага войны сформировались в Восточной Европе и на Тихом океане. Потому что США увидели двух конкурентов, Россию и Китай. И сначала методами экономического и политического воздействия, та же торговая война времен Трампа между США и Китаем, а сейчас и прямого военного давления или же шантажа, они пытаются удержать свою гегемонию и убрать с мировой арены своих конкурентов. Вот причина всего. Поэтому, безусловно, экономику удержим, экономику удержим страну. В этих условиях активизация взаимодействия Беларуси, России, Китая, Ирана, стран Ближнего Востока, других конструктивных центров силы представляет реальную угрозу концепции однополярного мира. Какой наш общий ответ? Он в единстве и общих подходах к формированию справедливого многополярного мира, основанного на созидании и уважении к культурно-историческому многообразию, а также на взаимной поддержке друг друга. Если мы берем шанхайскую организацию сотрудничества, там есть и Индия, и Китай, допустим. То есть страны с глубокими противоречиями, на самом деле, на которых англосаксы до сих пор пытаются играть. Если мы берем нынешний этот геополитический четырехугольник, о котором говорят многие эксперты, в том числе и я, значит, Минск, Москва, Пекин, Тегеран, то понятно, что несколько разные модели, разный геополитический вес участников этого негласного союза, значит, теократический, шиитский, Иран, Китай, который декларирует коммунистическую идеологию приверженности, но при этом имеет, в общем-то, экономику с явными элементами рынка, суверенная демократия, как они себя называют в России, и вот рыночный социализм в Беларуси. Вот это разные модели, разные подходы, разная система управления. Тем не менее, мы сходимся в одном. Это действительно так. Мы выступаем, то есть, я бы сказал так, мы ведем борьбу вместе за многополярный мир, за более справедливый миропорядок. За что ведут борьбу американцы, в общем-то, достаточно честно сказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Она ведь, я вспоминаю эту цитату, она замечательная, с точки зрения понимания, вот за что они борются. Они борются за миропорядок, при котором США последние несколько десятилетий находились в безопасности и процветали. Так она и выразилась. То есть, за тот миропорядок, при котором одна страна потребляет больше ресурсов, причем все другие государства, имеет военный бюджет, превосходящий военный бюджет всей планеты. 30% населения страдает проблемами, связанными с ожирением, а в это время, значит, каждый десятый житель Земли сталкивается с проблемой голода. Это несправедливый миропорядок. Мир устал. Вот, пользуясь образным выражением Александра Лукашенко, это американской удавки. Устал просто. Вот, в том числе от доллара. Валюты, которые ничем не подкреплены, которые непонятно как имитируются, как вообще функционирует американская экономика, не сможет объяснить ни один экономист. Ни с точки зрения марксистского подхода, ни с точки зрения рыночного. Непонятно. Непонятно. И происходят процессы определенные. Да, и додолларизация та же самая. Это не только, скажем так, отношения России и Китая. Допустим, отношения Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Недавно прозвучала новость о том, что Индия и Объединенные Арабские Эмираты работают над системой платежей Дирхам-Рупия. То есть они переходят на взаиморасчеты в национальных валютах. Они проходят процесс цифровизации соответствующую, внимательно относятся к криптовалютам. То есть эта эпоха уходит. Происходит трансформация миропорядка. Вариантов развития событий может быть несколько. Я не исключаю, к сожалению, и того варианта, при котором Штаты, подчинив себе Европу, это тоже один из итогов нынешнего противостояния. Очевидно, что Европа впадает во все большую зависимость от США. Они, в принципе, уже ничего не могут сами. Подчинив себе Европу, перетащив научный промышленный потенциал Германии, сумеют создать условия для технологического рывка и все-таки сохранить и укрепить свое глобальное доминирование. Этот сценарий будет для нас очень негативным. Потому что будущего у белорусской модели в этом сценарии нет. Другой сценарий – это то, во что мы играем многополярный мир. Есть ряд факторов, указывающих на то, что мы можем добиться успеха вместе с нашими партнерами, вместе с Китаем, Россией, Бразилией, Индией, Турцией. Там масса стран. У них есть противоречия. Они вообще разные. Нельзя говорить о том, что это некий союз по типу Североатлантического альянса. Нет. Но есть общее стремление, чтобы этот мир выглядел иначе. Есть ряд факторов, указывающих на то, что эта стратегия может быть успешной. Ну и, конечно, есть треть в самой негативной сценарии, от которого предостерегал Александр Лукашенко. Потому что в этом случае жизнь останется в ограниченных регионах нашей планеты. Вообще сложно прогнозировать, как это все будет выглядеть. Это ядерный конфликт. Это если так называемые сильные мира сего все-таки не смогут найти в себе интеллектуальных иных способностей услышать друг друга и достичь компромисса, как, допустим, это было в годы Карибского кризиса, и все-таки мы докатимся до ядерной войны. Это будет самый негативный сценарий, конечно. Вы помните, уже, наверное, лет пять, а может быть и больше прошло с тех пор. И вы помните, как меня тоже долбали. Куда он там поперся в ШОС? Оказывается, верный был шаг. Предстоящее вступление Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена открывает новые перспективы. Эта организация сегодня является одним из самых крупных в мире региональных объединений. С ним мы сами станем сильнее и сделаем его более сильным, предоставив дополнительные возможности для сотрудничества по многим направлениям, включая производственную кооперацию и логистику. И продолжим шелковый путь. Сейчас в мире, это уже не первый год идет, девальвируются основные международные, даже универсальные институты. Вот возьмите организацию объединенных наций. Каждое голосование мы можем предсказать. Потому что, исходя из интересов, страны применяют либо вето, формируют коалиции какие-то там. Но там хотя бы есть какая-то площадка. Мы видим, это соревнования дипломатов. Пусть они соревнуются там лучше в риторике, чем на поле боя. Что касается европейских структур, их нет. Что такое Совет Европы? Идеологический отдел американских сателлитов? У БСЕ вообще непонятная организация. Какая безопасность и сотрудничество в Европе? Где оно? Мы предлагали перезагрузку Хельсинки-2. Это имеет прямое отношение к УБСЕ. Эта инициатива была проигнорирована. Даже спортивные международные организации настолько политизировались, что те идеи, знаменитые Пьера де Кубертена, который начинал олимпийское движение, олимпийское движение как шанс миру, олимпийское движение как движение антивоенное, где любые политические взгляды, идеи вторичные. Главное, вот человек, его победа, его стремление к совершенству, не только физическому, но и духовному. Вот с этим Кубертен возрождал Олимпиаду. Все это растоптано полностью. Я думаю, что олимпийское движение в таком виде, оно не выживет. Надо будет заново создавать и спортивные организации, и многое другое. И то же самое касается экономики. Слушайте, ну вот там долгие годы говорили, давайте вступайте в Всемирную торговую организацию. Где она? Американцы вот так вот обнулили фактически все ее правила торговой организации. Где эта организация? Ее нет. Она есть, но ее нет. Волонский этот процесс образовательный. Казалось, что это просто машина по вымыванию мозгов, навязыванию чужих стандартов и превращению нашего образования в такую, знаете, кубик, которую можно вставлять куда-то и где-то им манипулировать. Все надо заново создавать. А Шанхайская организация сотрудничества дает такую возможность. И посмотрите, какая популярность. Сейчас уже Саудовская Аравия, говорят о вступлении. Другие государства Аравийского полуострова. Перед нами Иран вступил. Огромный интерес ШОС. Почему? Потому что там договариваются о единых экономических правилах игры, движении потоков товаров, капиталов. Да, еще многие вопросы предстоит разработать, но об этом не просто речь идет. Работают эксперты над этим. Это безопасность. ШОС возникала как антитеррористическая организация в том числе. Но я бы не только об экономике говорил. Для меня очень важна гуманитарная составляющая. ШОС резко отличается от тех организаций, которые создавались Западом. Потому что там сразу такая идеологическая индоктринация шла. Здесь уважают политический строй, идеологические доктрины, взгляды каждой страны-участницы. От Исламской республики Иран его никто не учит, как ему свою демократию устраивать. Да, там исламская демократия. Но это демократия, это народовластие. Не надо жить стереотипами Запада. Там реальные конкурентные выборы. Да, на основе исламского взгляда на то, как должен быть устроен этот мир. Это Китай со своей системой коммунистической. И сейчас, благодаря 20-му съезду КПК, многие выучили, как там что устроено, как эти механизмы. Оказалось, что это сложнейшая система, которая действительно позволяет прийти к управлению страной лучше в ходе очень жесткого отбора. Там Россия, там Будем мы, там Центральная Азия, еще мы можем перечислять разные страны, но ко всем относятся уважительно. Нам нужно вырабатывать, если угодно, как говорят философы, манифестировать вот эти общие взгляды, общие подходы. Усиливать гуманитарную составляющую. И это прозвучало у президента. Вот, чтобы конкретно. Образование. Мы ушли с баллонской системы, правильно сделали, не надо было туда и входить. Но это же не значит, что мы вот, будет каждый сам выстраивать свою систему образования. Мы живем в большом мире. Нам надо налаживать эти контакты при подготовке специалистов. А это к экономике имеет прямое отношение. Это мало то, что экспорт образовательных услуг, а в Беларуси это главный критерий оценки экономической вуза. Но это же и подготовка высококлассного специалиста, востребованного в экономике в том числе, а может быть и прежде всего. А здесь без кооперации образовательной не обойдешься. И о чем сказал президент? Надо создавать единую образовательную систему, прежде всего для высшего образования, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Это прекрасная идея, чтобы наш выпускник имел возможности от Калининграда до Даляня, Бангалора, Эрриада получать образование. А то, как сейчас рванули вперед по образовательным технологиям, по созданию научных центров, по вложениям в науку. Вот страны с Востока, извините меня, это просто рывок. Да, к нам приезжают китайские студенты, но смотрите, какие сейчас китайские вузы. А посмотрите, что Дубай делает в области образования. Какие там международные образовательные центры. Какую они ставку делают на подготовку специалистов в биотехнологии. Арабские Эмираты это уже не просто добывающая страна. У них там уже и на мотоциклах летают, есть они создают. И самые передовые строительные технологии там находятся. То же самое Китай, то же самое Индия. Поэтому нам надо создавать общее правило. Я не хотел бы говорить игры жизни с теми странами, куда разворачивается вся планета. Вот там бьется сердце человечества сейчас. Будущее мира именно за этим регионом. И Беларусь приобщилась к этому. Уверен, стала первой, как вы правильно сказали, из чисто европейских стран. Потому что Россия это евразийская страна, которая присоединяется к ШОС. Но убежден, за нами пойдут и другие. Место науки в развитии страны, об этом недавно сказал, должно быть более заметным, мягко говоря. Роль науки надо поднять на порядок. И ученых в том числе. Не ученых надо подстегивать. А они должны двигать отрасль в новые технологические уклады в условиях острой конкуренции. У вас все права для этого. Перед учеными стоит архисложная задача. В тяжелых условиях, ограниченными средствами, все же отечественное научное сообщество, академическое сообщество должно обеспечить возрастающий промышленный заказ. Потому что Беларусь сейчас находится в принципиально иной ситуации, нежели еще несколько лет тому назад. Несколько лет тому назад отечественная промышленность воспринималась, в том числе и на основных рынках сбыта, нередко, скептически. Мы сталкивались с этим отношением со стороны россиян тех же. А зачем брать белорусскую технику, если она по своим характеристикам уступает западным аналогам, если Беларусь не в состоянии предложить столь привлекательные программы лизинга, кредитования, если в конце концов белорусские государственные предприятия являются негибкими, я дипломатично выражусь с точки зрения установления неких доверительных отношений с лицами, принимающими решения на ключевых наших направлениях, на ключевых рынках. Мы с этим сталкивались. Более того, нас иногда упрекали в том, что приобретение белорусских товаров – это определенная форма поддержки, датирования нашей экономики. Сейчас выяснилось, когда Запад ввел санкции довольно жесткие, они продолжают ужесточаться, вот эта удавка сжимается вокруг нашего основного союзника, и важнейшим элементом этих санкций является научно-технологическая блокада. Выяснилось, что в Беларуси сохранились определенные производственные компетенции, конструкторская школа – это какая-то база, с которой можно начинать двигаться дальше. И россияне размещают у нас заказы на импортозамещение. Более того, мы хотим переходить на более высокий уровень, не просто замещать, мы хотим изобретать. Это будет импортонезависимость. То есть нам будет безразлично, что у них там, потому что будет свое. И многие предприятия продемонстрировали в этих условиях и возможности для промышленной кооперации с российскими коллегами. Там тоже, в общем-то, санкции подстегнули к развитию науку, производства, на которое стали смотреть иначе. То есть не только экстенсивный характер экономики, то есть реализация сырьевых ресурсов на внешних рынках, но все же и производство. Пусть там темпами не до конца довольны некоторые мои российские коллеги, но тем не менее я бы сказал, что ситуация поменялась в этом отношении. И вот наука наша, она должна обеспечить соответствующий заказ. Вот не так много средств у белорусского государства. Конечно, мы надеемся на совместные программы с Россией, то есть у них денег больше в этом отношении. Но тоже эти ресурсы не безграничны. И вот в условиях довольно сложных, с точки зрения финансирования, наука должна все же обеспечить этот технологический рывок. Но я бы здесь подумал в том числе и о том, чтобы выделить ключевые направления, вот как в военном смысле, то есть направление главного удара, и туда направить основные ресурсы. Вот это, конечно, микроэлектроника. Это, конечно, если мы берем, да и гражданский сектор тоже, это беспилотная авиация. Важнейший вопрос на самом деле. Вот это машиностроение, это станкостроение. Вот эти вот элементы мне представляются важными в промышленной кооперации Белоруссии и России и научно-психологической кооперации. Соответствующие соглашения межгосударственные и программы уже работают, уже работают. И результаты некоторых предприятий, таких как БелАЗ, например, БелАЗ столкнулся после введения западных санкций с тем, что ему был ограничен доступ к порядку, там, более полутора тысяч комплектующих деталей. И как бы ни было удивительно, эта проблема решена. Предприятие работает, предприятие сумело наладить импортозамещающие импортно-независимые проекты. И в ту же Россию вот БелАЗ в прошлом году поставил, отгрузил продукцию на сумму, если мы в долларах все еще по старинке считаем, 800 миллионов долларов. Амкадор, великолепные результаты. Тоже на колени хотели поставить. То есть там, ну для понимания, да, что такое производство. Одна какая-то небольшая деталь, которая производится в какой-нибудь Финляндии, и ты не можешь сдать готовый продукт. А ее надо найти, ее надо произвести, ее в конце концов нужно спроектировать. Это серьезная школа. Я как гуманитарий всегда с особым почтением относился к технарям, откровенно вам скажу, к инженерам, конструкторам. Это очень важно. И то, что мы это не разрушили, как систему профессионально-технического образования, сейчас по достоинству оценивается всеми. И когда Путин на одной встрече последних нашему президенту сказал спасибо вам, Александр Григорьевич, за то, что вы сохранили, а я бы добавил, еще и развили, и модернизировали, где смогли, советское индустриальное наследство, ну это политический триумф Лукашенко. Мы выстроили достаточно эффективную модель межгосударственных отношений, в центре которой находится строительство союзного государства. Опыт нашей интеграции стал показательным для других аналогичных структурно-постсоветском пространстве. Ну то ли еще будет. Потенциал российско-белорусского сотрудничества не исчерпан. У нас еще до конца не реализованы пункты даже союзного договора 99-го года. Правда, программы сейчас союзные, подписанные 28, которые реализуются, они где-то и пересматривают пункты этого договора, но ведь и программы эти еще не выполнены. Мы выходим сейчас на уровень создания общих правил налоговых таможенных. Значит, нам нужен будет союзный таможенный налоговый и налоговый таможенный комитет, очевидно. Дальше это гармонизация финансово-кредитной сферы, не только налоги. Единая промышленная политика. Нам не нужна внутренняя конкуренция. То есть там, где она есть, это хорошо. Пусть там бизнес конкурирует, но понимаете, это же что такое единая промышленная политика. Мы наконец добились, опять слово это употреблю, гармонизации между МАЗом и КАМАЗом. Это была извечная проблема. МАЗ-КАМАЗ, два конкурента, как их объединять, разъединять, что с ними делать? Они сейчас взаимодействуют и сотрудничают к пользе друг друга. Нашли эти формулы. То есть, если, допустим, Россия будет строить труболитейный, трубопрокатный завод какой-то, то нам его не надо делать, условно говоря. Или, если у нас есть Гомсельмаш, он может покрывать заказами значительную часть Российской Федерации, идти на экспорт, но в России есть свои подобные заводы. И вот это важно. И когда мы выстраиваем такую кооперацию, гармонизацию, это усиливает нас. Об этом, очевидно, говорил президент. У нас высокий уровень военной кооперации, военно-промышленная, просто высочайшая. Я думаю, к удивлению очень многих наших противников. Но что еще важно? Почему они так бесятся, те, кто критикуют наше союзное строительство? Все послание президента было выстроено вокруг идеи независимости и суверенитета. При этом не просто не отрицая наш союз с Россией, а подчеркивая его значимость. Уникальный факт. На самом деле, мы сохраняем, и мы, Россия, полный суверенитет. Сами принимаем решения о своей судьбе. Консультируемся, уточняем. Но сами. В отличие от того, как происходит на Западе. Давайте сравним. Там страны, многие против санкций. Открыто об этом говорят. Открыто говорят об этом. Их заставляют голосовать, как все. Посмотрите, что вытворяют с Сербией. Им говорят, забудьте о натовских бомбардировках. Забудьте о Косово. Предъявляют ультиматум. Это то, что испытывает сейчас сербский народ. Лично президент Вучич. Но честь ему и хвала, он об этом открыто говорит. Я понимаю, для чего он это делает. Он себя усиливает. Потому что, когда все эти закулисные планы тех же американцев, он придает гласности, он во многом их обнуляет, эти планы. Слушайте, македонцев заставили название страны поменять, чтобы втащить их в НАТО буквально. Сделали их северными македонцами. На этом процесс не закончен. То есть унижают народы, заставляют пройти вот этот просто как путь Голгофе для того, чтобы стать европейцами, как все. Знаете, такой конвейер изготовления европейцев. Тут мы тебя отрубим, тут пришьем, тут тебя доставим, подкрутим. Вот будешь, как все европейцы. У нас совершенно другой подход. Поэтому они так и бесятся. Мы приводили пример с санкциями. А посмотрите по тому же ядерному оружию. Они уже не знали, как тут, что сказать. Сначала, все, Беларусь потеряла суверенитет. Все, тут русские будут всем распоряжаться. Потом, а, нет, стоп. Они, возможно, дадут второй ключ Лукашенко. О, тогда это там, кому они дают этот ключ? Так у вас либо русские всем будут распоряжаться, либо ключ отдают. А на самом деле реальность другая. Там другой разговор между двумя лидерами. Я видел, как общаются наши военные. Там никто никого, ничего не заставляет делать. У каждого есть понимание своей национальной задачи, но и осознание того, что они выполняют общее дело. И даже с точки зрения размещения тактического ядерного оружия, у России и Беларуси здесь интересы разные, но они сопрягаются. Почему? Для России это часть большой игры. Слушайте, ну, конечно, России большой политической и правильной игры. Для России она может ударить по любому противнику из любой точки своей территории. Ей не надо тут, знаете, подтягиваться куда-то. Вот как был вопрос на послание, а не разместить ли нам оружие где-то в Карибском бассейне. Ну, явно Куба имеется в виду. Сейчас это не надо. Это надо было в 60-е годы. Сейчас нет. Есть подводные лодки, есть все возможности. Если это, не дай бог, нужно будет. Но Россия ведь еще 3 января прошлого года вместе с ядерными державами поставила эту задачу. Сейчас совместная декларация, по-моему, 21 марта с Единьпином. Они подчеркнули, что страны ядерные должны вывести оружие из других стран, не размещать его за пределами национальной территории. А американцы размещают. Уже все эти карты обошли мир. Поэтому Россия сделала ход, раз вы так, то и мы так. Вы видите, и мы выведем. Это очевидно, что Россия не просто декларирует стремление, а делает шаги по принуждению оппонентов к ответным уступкам. Вот что это такое. У нее свои планы здесь. Для Беларуси свои. Потому что нам открыто угрожают со стороны Польши, Прибалтики. За ними стоят американцы. Они науськивают этих. Ну, там, правда, поляков и не надо сильно науськивать. У них все проснулись, эти шлихетские, фонаберистые амбиции. Они открыто заявили, что они до 300 тысяч догонят армию, увеличат танковый парк, самолетный, готовы разместить тактическое ядерное оружие. Поэтому нам нужны дополнительные гарантии нашей безопасности. Это белорусский интерес. Но в данном случае они сопрягаются. И мы выступаем как союзники. Где ущемление прав России как обладателя ядерного оружия? Где ущемление суверенных интересов Беларуси? Нету такого. Это действительно полноценное союзное государство. Вы видели, как мгновенно система среагировала на провокацию в Мочулищах. Сработали, что даже все иностранные спецслужбы восхищаются этим. Мы получили эти сигналы. Я хочу, чтобы они сегодня услышали. Мы получили от вас эти сигналы с восхищением наших спецслужб. Но знайте, мы будем и дальше так работать. В том числе против вас. Это была блестящая операция. Она будет в учебниках. Мы быстро отыскали этого диверсанта и всех, кто этому помогал. Глава государства еще привел интересное сравнение в ответ на вопрос одного из слушателей послания. Когда глава европейской дипломатии, мс. Боррель, называет весь мир джунглями. Там у них райский сад. Но в Еврокомиссии может и райский сад. Я бывал в Европейской комиссии, осведомлен о зарплатах еврокомиссаров. И действительно, наверное, эти люди могут пребывать в райском саду. У них отдельные дистрикты, где они живут, охраняемые. То есть они никак не пересекаются со всей остальной жизнью крупных европейских мегаполисов, где в некоторых районах, и это признание самих чиновников и офицеров полиции, правоохранительственные органы просто не контролируют обстановку. Эта обстановка контролируется этническими диаспорами. И там просто опасно человеку другого цвета кожи, другой национальности находиться в темное время суток. Да и в светлое тоже. Но это ладно. Так вот, мы тоже джунгли в их восприятии, восприятии наших цивилизационных конкурентов. Но в наши джунгли с опаской надо ходить. Умный человек в джунгли опасается ходить. И здесь Беларусь тоже. Мы показали, вернее, наши спецслужбы доказали, что наша страна не проходной двор. Естественно, профессионал профессионала, даже если они смотрят друг на друга через прицел, все равно ценят по достоинству. Я вот совершенно искренне, хотя это злое, это проявление зла было, но скажу, что, конечно, вот, допустим, переворот гибридный в Беларуси в 2020 году планировался и осуществлялся довольно профессионально. Вот прямо скажу. Знаю даже некоторых там вовлеченных в этот процесс личности, ну, как специалисты, как вершители вот на службе зла. Они работают хорошо. Вот. Ну, а по последним событиям могу сказать, что вот счет на сегодняшний день, значит, 32-0 в нашу пользу. Почему? Два теракта. Мочулище, значит, нападение на военный аэродром и предотвращенный теракт в Гродно, который закончился ликвидацией засланного к нам бандита. В Мочулищах задержан агент службы безопасности Украины, гражданин Украины Швец, дает признательные показания, находится в СИЗО КГБ. Задержано 30 пособников, которые на тех или иных этапах обеспечивали его пребывание здесь. Ведь это и жилье, и содействие информационное, и пути отхода, и транспорт. Все это было бы невозможно без завербованных в разное время на дистанционных основах. Это сети на языке спецслужб. Это сеть. Вот сеть вся была вскрыта. Вот 30 пособников задержано. Получается, Швец задержан, террорист в Гродно ликвидирован. 32 человека у них потери. 30 наших коллаборантов, вот и двое прибывших маршрутированных на языке спецслужб из-за рубежа. Мы здесь демонстрируем высокую степень эффективности. Я бы напомнил бы и другие операции. Кто интересуется, рекомендую посмотреть фильм, который Комитет госбезопасности снял о работе нашей контрразведки последние годы. Понятно, что с эскалацией международной обстановки активность разведслужб стран потенциальных противников на нашей территории в отношении белорусских граждан возрастает. Количество вербовочных подходов беспрецедентное. Многие люди, надо отдать им должное, значит, столкнувшись с профессионалами, с волками в определенном смысле, дают им отпор. Не соглашаются на эти предложения и информируют органы госбезопасности о том, что, вы знаете, возникла провокативная ситуация на территории той или иной стран. Был подход, но повели себя достойно. В отношении других, я даже пользуюсь случаем вашей программой, скажу, что добровольная явка с повинной освобождает от ответственности. Вот даже если оказались в этой ситуации, то следует впоследствии прийти в органы госбезопасности и все рассказать. Потому что иначе, ну и только один, сколько веревочки не видится, тюрьма. А для этих кукловодов зарубежных, такого рода человек запутавшийся, наш соотечественник, он всего лишь расходный материал. Сегодня один, завтра второй. Для них главное возможности. А некоторых, тех, кто возможности эти утратил, они и сами, значит, пользуясь таким сленгом, словом, сливают. Вот просто вот сливной бачок, на самом деле. И говоря о деятельности наших спецслужб, не только комитета госбезопасности, ГУБОПИК, МВД, вот передовой отряд, так сказать, белорусского государства, в поле постоянно ребята, недавно очередную годовщину образования отпраздновали. Могу сказать, что работают действительно на совесть. Вот на совесть работают, не за чины, не за награды, защищают нашу страну. И хотелось бы еще отметить, что это ведь не единственная блестящая операция, вот о которой президент говорил, а освобождение водителей и дальнобойщиков. Она еще ждет обнародования деталей этой операции, как наши спецподразделения, действуя на территории Украины, не вступая в огневой контакт с противником, освободили белорусских заложников фактически, вывезли их на нашу территорию, воссоединили семьи. Вот поэтому, ну, сильные специальные службы, сильный правоохранительный блок – это основа безопасности государства, ну, это аксиома. И повторять это лишний раз, я думаю, даже и не надо. Мы готовы к любому развитию событий. Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность нашей стране, хочу успокоить. Ничего не бойтесь, все будет нормально. Мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его. Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, нашу военную гражданскую инфраструктуру, получит немедленный ответ. Ответим и на всю катушку ответим. Мне доводилось бывать в последнее время, уже в этом году, на полигонах наших, и видеть лично и Полонезы, и Искандеры, как в баллистическом исполнении, так и с крылатыми ракетами, и в расположении наших батальонов сил специальных операций на границе, смотреть, как слаживание проходит у них между пограничниками и военными. Абсолютно четко ребята понимают свои задачи, вот в Гомельской той же области. Оружие мощное. Полонез, все сейчас специалисты мировые говорят, что это очень серьезная, одна из лучших в мире реактивных систем залпового огня. Но это же еще не все. Мы же создали новый зенитно-ракетный полк в Лунинце. У нас стоит задача создания полноценного оперативно-тактического командования Южного. Но мы это хотим сделать, чтобы не было каких-то дополнительных нагрузок на экономику. Это тоже важно. Поэтому делаем все постепенно. Нам надо наращивать и свою авиацию. Вот сейчас Су-30 СМ. Полный будет у нас парк, 12 машин. Нашу систему ПВО. У нас уже С-400 появились, кстати говоря. Нам надо серьезно обновлять наш вертолетный тот же парк. Необходима, очевидно, система контрбатарейной борьбы. То есть новая мощная 152-миллиметровая гаубица те же. Много чего нужно еще сделать. Но мы делаем это с умом и постепенно. На всякий случай то, что называется. Я вижу, как обмениваются опытом бойцы, прошедшие уже фронты специальной военной операции с нашими. Я вот сейчас был на Донбассе. Наш выходец, белоруса, служил у нас в армии уже не первый год на Донбассе. Доброволец, командир роты, разведыватель. Но это беспилотники, считайте. Он готов, говорит, я приеду обучать и ваших обучу. А если что, то встану на защиту родной Беларуси. Это важно. Важно ведь не только железо, техника, люди. Вот многие так сполошились, что там генерал Карпенков Николай Николаевич, командующий внутренними войсками, сказал, что буду создавать несколько спецотрядов дополнительно. А это в том числе и кто? Это тесно связано и с народным ополчением, территориальной обороной. У нас много отставников, офицеров, которые уже не служат, но им по 50 из 55, даже кому-то под 60 лет, готовы защищать родину. Есть ребята и помоложе. Они готовы взять оружие. И особое искусство, это в мирное время вот такими действиями упредить потенциального противника, даже в попытке посягнуть на нашу территорию. Мы как-то недооцениваем ту смелость, которую взял на себя Александр Лукашенко, когда объявил указом номер один этот год года мира и созидания. Кругом идет эскалация, все ждут то ли наступления, то ли контрнаступа. А президент Беларуси объявляет год мира и созидания. Это огромная ответственность для политика. Это Александр Лукашенко говорит своему народу и всему миру, но прежде всего своему народу. Дорогие мои белорусы, я вам гарантирую, что мы сделаем все для сохранения мира, чтобы создать возможность для вот этого созидания. И ему вот больше года уже специальная военная операция. И до того, а давайте вспомним 20-й год, ведь были же планы вооруженного вторжения на нашу территорию. 21-й год противостояния с мигрантами, когда Польша армию подтянула границам. Президент в ходе послания зачитывал американские и польские документы, где открыто говорится о том, что они готовы в случае чего вторгнуться на территорию Беларуси. Я думаю, там даже уже объекты у них разрисованы, кому что захватываются. Но наша задача не дать осуществиться этим планом. И мы для этого все делаем. Субтитры создавал DimaTorzok